Музыка Можно ли найти в мозге области или отдельные нейроны, ответственные за человеческое поведение? Такие исследования ведутся уже много лет и порой дают парадоксальные результаты. В этой серии мы расскажем, как научные исследования и эксперименты меняют наше представление о социальной природе человека. На нас довольно сильно влияет социальная среда. В социальной психологии много исследований показали, что зачастую не мы принимаем решения, а окружающие. В экспериментах Эша люди дают неправильный ответ на очень тривиальные вопросы, потому что окружающие тоже дают неправильный ответ. Нам было интересно, что происходит в мозге человека, когда ваше мнение отличается от мнения окружающих. Итак, мы сегодня проводим эксперимент неконформизм. Насколько ребенок сможет отстоять свою точку зрения на фоне других детей? У трех из детей будет чай сладкий, у одного ребенка будет чай кислый. И когда все дети попробуют чай и скажут, что чай сладкий, мы посмотрим, как сможет четвертый ребенок отстоять свою точку зрения и сказать, что у него чай кислый. Ну что, пробуйте чай. Сладкий, как клубника, как сладкий. Ого. Так, Алиса, следующая пробует чай. У Ахмеда сладкий чай. У меня тоже сладкий чай. Тоже сладкий. У меня тоже сладкий. Маш, ну давай, я тоже покучу. У меня тоже. Не очень. Чего у тебя? Сладкий? Не очень. Не очень сладкий? Хочется сахара досыпать. Мы обнаружили, что активируются те же самые области, что обычно сигнализируют нам об ошибках. Эта область обычно активируется, когда мы испытываем конфликт. Рутинная вот эта область информирует нас. Надо менять поведение. Вы ошибаетесь. И мы обнаружили, что когда ваше мнение отличается от окружающих, это же область активная. Так вкусный чай или невкусный? Ну да. А еще хочешь чай? Еще попьешь чай? Давай. Не хочет. Не хочешь больше чая? Хочешь или не хочешь? Нет. Довольно старые эволюционные области мозга, они сигнализируют нам о том, что мы совершаем ошибку и нужно менять свое поведение. Сладкий. 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 Хорошо, что сладкий? Все сладкий чай? Угу. Да. 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 Мы сформулировали такую гипотезу, что похоже, эволюционно для нашего мозга отличие от окружающих, от толпы, это ошибка. В принципе, это понятно, потому что, если вы там представите себя в футболке «Зенита» на фанатской трибуне «Спартака», это может быть опасно. Сладкий. Скучный. Ну какой? Сладкий? Сладкий? Громко скажи. Сладкий. Сладкий. Хочешь, отключаю? Нет. Мы все кажемся друг другу такими хипстующими, современными, независимыми людьми. На самом деле, в каждом из нас практически заложена тенденция незаметно для себя меняться в сторону мнения окружающих. Ну-ка, давайте еще раз попробуем. Сладкий. Сладкий. У Ульяны. Сладкий. У Саши. Сладкий. Эталон красоты в разных культурных эпохах сильно различается. Мы решили воспользоваться вот этой идеей и поместили наших испытуемых в сканер, сканировали их мозг и предъявляли им на экране множество изображений, где они оценивали привлекательность женских лиц. Человек видит лицо, оценивает его, скажем, как среднепривлекательным, а потом он неожиданно узнает о мнении более ста студентов, которые учатся в том же самом университете. Он вдруг узнает, что эти студенты считают это лицо более привлекательным. Мы обнаружили, что люди меняют свое мнение в сторону мнения группы. Мы получаем на уровне мозга большее удовольствие, когда видим лица, которые наша группа считает красивыми, и меньшее удовольствие, когда мы видим лица, которые наша группа считает менее красивыми. То есть наше мнение о красоте, конечно же, находится под влиянием окружающего. Миллионы лет быть с группой было неким дополнительным бонусом. Интересно, что модели математические показывают, что если группа находится в стабильной среде, то учиться каждый раз самому, наступать на эти грабли самому, довольно дорого. Дешево смотреть, как ведут себя окружающие. Если они наступили на грабли, не надо больше наступать. Но когда среда меняется неожиданно, и она вообще просто непредсказуемая, группа может завести вас, вообще говоря, в дебри, и группа может погибнуть. Поэтому это тоже важно для общества знать, что конформизм полезен в какой-то стабильной среде. Но мы с вами переживаем серьезные их социоэкономические изменения. Конформизм большинству может быть гибелью для группы. Она просто не адаптируется к меняющимся условиям. В этом смысле представления социальных психологов, нейробиологов, моделей конформизма много говорят нам, а о нас самих. Я случайно узнал из радиопередачи о том, что есть такая область. Возникло новое направление, где экономистам интересна нейробиология. Традиционные экономисты моделировали наше решение практически математическими формулами, какими-то оптимальными представлениями об оптимальном принятии решения. Люди ведут себя неоптимально очень часто и рационально, тратят бесконечное количество денег на рулетки, не откладывают деньги на пенсию. Собственно, это было интересно применить наше знание о мозге, в первую очередь знание об эмоциях, о том, как мозг продуцирует эмоции в процессе принятия решения. Привет, я Оксана. Здравствуйте, меня зовут Максим. Очень приятно. Экономисты, на самом деле, такие особые люди. Они довольно долго изучают процесс принятия решения с точки зрения каких-то оптимальных математически выделенных решений. И с их точки зрения некоторые феномены в нашем поведении непонятны. Один из таких феноменов они же сами и нашли. Они попросили своих испытуемых играть в игру простую очень. Игра называется «Игра в ультиматум». Играют два человека. Они не знают друг друга. Они никогда больше не увидятся. И вот первый игрок получает тысячу рублей. В первой игре будут участвовать вот эти десять шоколадных монеток. Игрок номер один может поделить эти деньги в любой пропорции. Поделить между собой и вторым участником игры. Например, он может отдать из тысячи рублей пятьсот второму игроку. А может отдать один рубль. Ты можешь сказать, согласен ли ты с его решением, то есть готов ли ты, что ты получишь столько монеток, или же отказаться. Но если второй игрок отказывается, то никто не получает никаких денег. Тогда все теряют эти монетки. Скажи, пожалуйста, сколько монеток ты отдал Диме и сколько ты остался себе? Семь. Мне три Диме. Так, окей. Дима, скажи, пожалуйста, согласен ли ты с тем, сколько монеток ты получил? С точки зрения экономики, рациональное решение в такой ситуации согласится с любой суммой. Потому что иначе ты уйдешь вообще без денег. Но что оказалось, что люди систематически отказываются от сумм меньше 30%. Да пошло все к черту. Пусть никому ничего не достается. И это повергло в некоторый мистический ужас экономистов. Люди ведут себя неоррационально. В такой ситуации я должен уйти с рублем. Отсюда появились исследования, что же происходит в мозге. И что происходит? В мозге активируется определенное количество областей. Эмоциональные области, которые воспринимают иногда, например, боль или отвращение. Которые активны, когда вы понюхали что-то неприятное. Вот эти же области активны, когда вам предлагают неприятную маленькую сумму денег. Я поделила. Ты решил оставить все 10 монеток себе, правильно? Ну да. Тут же журналисты отрубили на весь мир о том, что неприятные финансовые предложения пахнут плохо. Но это не совсем так, но в те же области эмоционально негативно реагируют на несправедливые финансовые предложения. Мальчик, несмотря на объявленную инструкцию, что второй игрок может повлиять на его решение, и тем самым он лишится всего своего бюджета, все-таки оставил себе все монетки. Скажи, пожалуйста, согласна ли ты с решением Тихона, что он оставил себе все 10 монеток, и ты не получаешь при этом ничего? Или же ты отказываешься от этого решения, и тогда все теряют монетки, которые лежат на столе? Отказываюсь. Так, тогда эти монетки у нас не получает никто. То есть они уходят в общий банк. Мы можем предположить, что он принял такую стратегию, что он был настолько уверен в том, что другой человек либо согласится с его решением по каким-либо причинам, поставит себя на его место, предположим, и решит, что, наверное, я бы поступил бы так же и попытался оставить себе максимум собственного бюджета. То есть фактически принял очень рискованное решение, в котором его бы мог ожидать и высокий выигрыш, и высокий проигрыш. То есть такое вот наименее типичное, такое вот максимально рискованное решение. И оказалось, что мы можем с помощью магнитного стимулятора, например, повлиять на мозг. Что, влияя на мозг, вы можете заставить человека соглашаться с несправедливой суммой денег. Исследования показали, что DLPFC, доржалатеральная перфронтальная кора, вовлечена в поддержание такой функции, как когнитивный контроль. Эта функция позволяет нам контролировать наши эгоистические побуждения. А наше эгоистическое побуждение — это получить хотя бы минимальную выгоду от вот этого взаимодействия, в том числе, которая эмоционально, может быть, нам была бы не очень приятна. То есть если мы получаем один из десяти, рационально это выгодно. То есть это лучше, чем ноль. Эмоционально, когда мы видим, что другой получает девять, а мы получаем один, оно нам эмоционально неприятно. Поэтому, когда в экспериментах подавляли активность этого участка, отключался когнитивный контроль. И, соответственно, на первый план, как бы как основной мотив поведения, входил вот этот эгоистический мотив — получить хотя бы что-то. Так, окей. Так, ты оставил себе четыре китката, правильно? И отдала Маше шесть. Так, первый мой вопрос к Маше. Согласна ты с таким решением или же отказываешься от него? Если соглашаешься, то и у Нади остались четыре китката, у тебя шесть киткатов. Если отказываешься, то все теряют эти киткаты, они не достаются никому. Если это трудное решение, то скажи почему. То есть, например, почему ты сомневаешься? Вот это серьезно, он сможет запишись, потому что у меня как бы больше, а у нее меньше. Это несправедливо вообще. Выбор у тебя, к сожалению, пока только один. То есть, либо согласиться, либо отказаться. Наверное, отказаться все-таки. Все наши концепции о том, почему человек реагирует на несправедливость, вдруг превращаются в нейробиологические концепции. Мозг сформировался так, в ходе эволюции, он не принимает несправедливые предложения. Можно, более того, обнаружить реакцию на неравенство и несправедливость обезьян. Это то, что меня в свое время потрясло. Да, есть такой фантастический исследователь, Франц Деваль, и в их лаборатории было проведено очень интересное исследование с капуцинами. Эксперимент очень простой. Капуцинов очень легко научить пользоваться деньгами. Но в их случае, это маленькие пластиковые жетоны обычно. Они, в принципе, понимают, то, что на этот жетон можно обменять что-нибудь. На что было любопытно, если капуцин дает свою монету и получает за нее кусочек огурца. Это здорово. Мы там любим огурцы. Капуцин обычно с удовольствием ест этот огурец. Но если рядом с соседней клетки сидит другой капуцин, и наш капуцин видит, как он за свою монету получает виноград, то возникает ситуация несправедливости. Если я еще раз дам свою монету и получу огурец, а рядом этот мерзавец получает виноград, это несправедливо. Капуцин реагирует эмоционально. Он запускает куском огурца в экспериментацию. Начинает трясти клетку. И вообще, это мои любимые исследования, где просто по физиономии капуцина все видно, что это все несправедливо. Все мерзавцы подлецы. Капуцинов мы нашли в московском зоопарке, но оказалось, что извлекать из вольеров их нельзя. После долгих поисков в Москве подходящих обезьян в Роскостцирке мы нашли макак. Мы попросили дрессировщиков с помощью неравного распределения фруктов вызвать у обезьян чувство несправедливости. Смотри, сколько всякой ерунды есть. Да, тебе только вот, да, поцеловаться, полизаться. Вот это будешь? Нет, Тём, никакой любви, нет. Вяжи. О, за ручку подержаться, да. Конфетка всегда заходит хорошо. Смотри, Семен, Семен, смотри, я даю конфетку этому Монечке, а тебе даю капусту. Капуста, да, Семен? У меня, скажи, я не буду фатик лизать буду. Смотри, даем Монюнке конфетку чудесную, а тебе капусту опять. Вот так нервничает, да, значит, психует всё-таки, да, не согласен. Что объединяет приматов и человека, это то, что и у тех, и у других есть социальные ожидания. У обезьян мы бы сказали, что существуют зачатки социальных ожиданий, которые у человека уже превращаются в нормативные ожидания. Социальные ожидания это их представление о том, как может повести себя партнер. Например, одно из таких социальных ожиданий это ожидание того, что каждый из партнеров будет избегать неравенства в свою сторону, то есть, что он будет пытаться получить либо максимально большое какое-то количество, ну, предположим, еды для себя, либо, соответственно, стараться поделить поровну. Сей. Семен злится. Держи капусту. Не хочешь капусту, да? Ну, вот это вот так он выражает, в принципе, то, что ему не нравится. Да, Монечка, а тебе про эксперимент скажи неплохой, скажи, да, Монечка? Держи. Ой, как Монечка. Держи еще капусту. Смотри. Ах, капуст. Не злись, не злись. Это эксперимент научный, Семен. Когда эти же обезьяны переходят в другую игру и играют в аналог игры Ультиматум, первая обезьяна старается выбирать распределения близкие к трем и трем. Не потому, что она следует, как бы мы проанализировали аналогичное поведение человека, норме справедливости, но потому, что она чувствительна к обратной связи партнера, и при этом у нее есть социальные ожидания по избеганию неравенства. Основное ожидание, что если мы построим вот это двустороннее взаимодействие, то в этот раз я поделился едой, в следующий раз со мной поделится едой. Вот этот мотив избегания неравенства, он присутствует и в нашем поведении, в поведении человека. И предполагается, что наше кооперативное взаимодействие, то есть то, что мы предпочитаем выстраивать взаимодействие, может быть основано как раз на двух мотивах. Первый – это избегание чувства вины, что мы не оправдаем ожидания другого человека, потому что мы примерно представляем, что бы мы хотели получить от результата этого взаимодействия. А второе – это как раз самое простое избегание неравенства. Мы не хотим получить значимо больше, чем другой партнер, но в то же время мы испытываем неприятные эмоции, когда мы получаем меньше, а другой получает больше в результате какого-то взаимодействия или какой-то совместной деятельности. Каждого из вас будет отдельное задание – собрать свою картинку из этих кубиков. Тогда, Вова, ты собираешь цыпленка на этой картинке, а я. А ты тогда собираешь мышку. Так, сделаем так, что наша игра будет не на время. То есть игра будет на том, чтобы просто правильно собрать картинку. Как только вы ее собираете, вы получаете награду за то, что вы собрали картинку. В этом эксперименте за одинаково выполненное задание дети получали разные награды. Один ребенок все время получал мармелад, а второму доставались киндер-сюрпризы, шоколадные Деда Морозы и целые плитки шоколада. Мы собрали свои картинки. Ты получаешь мармеладного червяка, ты получаешь киндер. А скажи, пожалуйста, когда ты говоришь опять червяка, тебе нравится то, что ты получаешь червяка, а твой сосед киндер? Да, просто я больше люблю киндера. Неожиданно. Так, расскажешь тоже, почему неожиданно? Потому что мне казалось, что будут одинаковые друг друга вознаграждения, но оказалось, нет. София получает мармеладного червяка, Тихон получает шоколадку. Ладно, давай поменяемся. Так. У меня реально жалко, она просто этих червячков получает, а у меня целая плитка. Нам одинаково неприятно, когда дисбаланс идет как в нашу сторону, то есть когда мы видим, что у другого больше, чем у нас, так и в сторону другого человека. Когда мы увидим, что мы обладаем большим бюджетом, чем другой. Мне нравится то, что у меня, и мне не очень так же нравится то, что у Марии. Чистая математика, например, анализ принятия решений с точки зрения теории игр говорит нам о том, что вообще говоря, люди эгоистичные в большинстве ситуаций не должны помогать друг другу кооперировать. Просто математически выгодно обмануть. И возникает таинственный вопрос, откуда возникает кооперация. Почему люди все-таки не обманывают друг друга, а помогают. Ну и здесь возникает роль биологических факторов. Оказывается, мозгу нравится кооперировать. Да, и оказывается, мозгу особенно нравится кооперировать, когда в ответ на мою кооперацию вы мне отвечаете кооперацией. И наши, грубо говоря, центры удовольствия, они не только получают удовольствие от кооперации, еще больше удовольствия, когда вы отвечаете мне на мою кооперацию. И запускается вот такой процесс кооперации. Мы начинаем больше доверять друг другу и помогать друг другу. Очень интересно исследовать на уровне мозга, как эти математические теории рушатся. Возникает кооперация на уровне двух нервных систем. Мы доставляем друг другу удовольствие, помогают друг другу. Субтитры создавал DimaTorzok